Воинская часть 4338, правоприемником которой позже стала структура Минобороны Украины, Юг Военстрой выступила заказчиком дома номер 28 по улице Куйбышева. Путем набора хитрых схем здание переходило с баланса одной структуры на баланс другой. В результате инвесторы дома и государства остались у разбитого корыта. А вот находчивые предприниматели из фирмы-застройщика не прогадали. О сложившейся ситуации нам рассказала председатель УСМД Алла Апчел. Перед началом стройки был заключен тройной договор между военной структурой, генеральным подрядчиком, закрытым акционерным обществом ПИК и инвестором, компанией Инкомсервис. Квартиры были распределены между этими организациями. Алла Апчел через Инкомсервис вложила деньги в квартиру. В 2008 году Юг Военстрой по непонятной причине отказался от прав заказчика, передав права Зао ПИК. Были переданы права заказчика застроить, достроить дом, который практически был уже коробка на 96%, о чем имеются документы у меня, экспертизы, которые проводил, кстати, Инкомсервис. Значит, была достроена, застроена коробка, там получается в районе около на 16 миллионов, хотя весь дом стоит 23 миллиона. Дом был сдан в 2009 году, но с множеством проблем, а лифты до сих пор не введены в эксплуатацию. По словам председателя ОСМД, строительная фирма ПИК в лице главы ее наблюдательного совета Станислава Кузьминского поступила с людьми, мягко говоря, непорядочно. Господин Кузьминский забрал места общего пользования в свою собственность, насосную. Значит, во-первых, то, что должно было принадлежать Министерству обороны, 19 квартир военных ушли в неизвестном направлении, были проданы людям, которые вообще не имеют отношения к военным. Вот, естественно, по рыночной цене на тот момент. Вот, значит, офисы были практически, значит, проданы, оформлены на тот момент на грудку. Это подставное лицо на Кузьминского и его семью. Во дворе дома на месте, предусмотренном генпланом для детской площадки, ЗАО ПИК построила гаражи. За то, что Алла Апчел организовала жильцов на борьбу против застройщика и добилась создания ОСМД, ее попытались лишить квартиры. На сегодняшний день идут суды. И это несмотря на то, что у Аллы Апчел на руках находится весь необходимый пакет документов, подтверждающий право собственности на жилье. Телекомпания «Круг» будет внимательно следить за развитием событий. Константин Гречаны, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг».